Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Я только что закончила снимать видео, тоже так на одном дыхании. Думаю, надо записать начало, потому что у меня, как всегда, его не будет хватать. Как вам мой сегодняшний макияж? Я сниму такой или в инстаграм, или на ютюбе будет такой модный, как модные глаза, да, сейчас такая стрелка. Ну, остальное еще, наверное, как-то доработаю. В целом смотрится интересно, и у меня огромные глаза. Я таких глаз до себя давно не видела, просто. У меня очень классное настроение, еще также по той причине, что завтра приезжает моя мама и двоюродная сестра. Двоюродная сестра только на ночь, она едет дальше, у нее дела и обратно. Свою мамочку, мою родную, любимую мамочку, я уговорила приехать к нам на какое-то время, потому что здесь безопаснее. Дома у нее очень холодно, она живет одна с собаками. Собак никто не бросил от них, не переживайте. Ну, там 15 градусов, и женщине одной в частном доме, это просто невыносимо, нет света. И это то, что меня волновало долгое время, я никак не могла ее переубедить, ну, что это будет лучше для нее в первую очередь, не так для меня, как для нее. И вот как-то со временем, мне кажется, что мы немного поменялись ролями, да. Раньше я была такой маленькой дотей, там, я ею по факту и осталась, когда мне хочется, чтобы меня кто-то выслушал, чтобы мне кто-то посоветовал, чтобы меня кто-то обнял, иногда пожалел, порадовался со мной, посочувствовал. А мне, конечно же, мама, это тот человек, к которому я в первую очередь обращусь. Но я настолько сильно вот хочу как-то аппекаться ей, заботиться о ней. И когда я вижу, что ей сложно, мне хочется ей помогать, мне хочется отдавать, а не только, знаете, как в детстве брать, 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 как сейчас дети берут с меня. Кстати, у нас сейчас каникулы детские, поэтому всю неделю они дома. Сегодня поехали к бабушке, я смогла поснимать, бабушке, в смысле, ко второй, к Дануте. Я смогла поснимать, сейчас берусь за работу, потом я напланировала кучу всего приготовить, потому что дорога неблизкая, непростая, и они приедут. Я уверена, что будут голодными, ну, может, голодными нет, но хочется съесть что-то домашнего, такого, знаете, супчика, лазанью сделаю. И Тома, конечно же, не против вообще, какие вопросы, чтобы моя мама жила с нами, потому что это, блин, ну, вот так сложилась жизнь, и это правильно, и она очень долгое время не соглашалась. Конечно же, для нее это, знаете, как бросить всю свою жизнь и приехать ужасно. Но я рада, что она будет жить с нами, и мы также еще летим в Испанию, поэтому я очень рада, что лечу с мамой. Она приедет и будет жить в той комнате, где я иногда раньше снимала видео, и сейчас иногда я снимаю. Так что у нее будет свое пространство, свой уголок, и у нас, к счастью, слава богу, не маленький дом, мы не мешаем друг другу. И у меня мама такой человек, она никогда не лезет с непрошенными советами. Мне она еще может сделать какое-то замечание, но очень, знаете, так деликатно. Я бы хотела вырасти, говорю, как 35-летняя женщина, и быть такой, как моя мама. В смысле, в ней столько какой-то мудрости, она никогда не колумпецает Томака, извините за выражение, я не знаю, как по-другому сказать, не задалбывает его. Вот так, вот так надо, или вы там что-то между собой. Она всегда, разбирайтесь сами, я поддержу любое твое решение, конечно, всегда, как мама будет на моей стороне, или скажешь, что ты не права, но я тебя поддержу, как мама. Поэтому она в наши отношения не вмешивается. Воспитание детей тоже может сделать аккуратное замечание, но это наши дети и наша зона ответственности. Она, ну вот такой человек, знаете, который реально не лезет со своими непрошенными советами, поэтому они с Томаком и не ругаются. Если там что-то, ну я не помню такой ситуации, ну где-то, знаете, их мнения не сошлись, моя мама просто отпустит ситуацию, ну типа зачем доказывать, если всё равно, ну что это изменит, да, в таком плане. Так что я знаю, что всё будет хорошо, что мы будем хорошо жить, и для меня это, конечно, большая помощь, когда мама у меня, потому что она, ну тут что-то купит, чего не хватает, или может с, чуть не сказала, с Микой, с Микой она тоже гуляла бы, с Юки может выйти, может остаться с детьми. То есть это не человек, который приедет, сядет и будет просто сидеть, занимайтесь мной, да, она такая очень, не боится любой работы, никогда не сядет, вот и типа обхаживайте меня. Она наоборот знает, что важно помогать друг другу, и, наверное, именно так она меня воспитала. И, и, и приготовит, у меня мама очень вкусно готовит. Вот расскажу вам историю. Когда я была ребёнком, потом подростком, мама постоянно очень вкусно готовила, и папа мне говорил, вот, учись, почему ты ничего не помогаешь, ты никогда не научишься готовить, как ты будешь жить одна, ты ни черта не умеешь подумать. Вот, действительно, мама смотрит в влоги, не даст соврать, потому что так оно и было. И я переехала, ну, я умела там, не знаю, пюре сделать, что-то такое лёгкое, да, но я никогда не тушила сама мясо, вот такого вот не делала даже. Котлет, это там мама что-то смешала, сказала налепить, окей. Или салатами вместе резали. А что-то такое масштабное, типа там испечь что-то, или голубцов каких-то накрутить, и этого, ну, вообще не умела делать. Или фаршированные перцы. И училась всему сама. И научилась, как видите. И всё возможно. И, видимо, от мамы мне тоже передался талант. Мой папа мной бы гордился. Так что не всё потеряно. Всё, я побежала, решила сделать апдейт. И да, теперь моя мама периодически где-то будет за кадром. Может, где-то мы что-то поснимаем вместе, если она будет не против, потому что у неё иногда, ну, тоже плохое настроение, она всё-таки не дома. И она не подписывалась на то, чтобы быть блогером. Хотя я маму подговариваю, говорю, мам, ты такая красивая, ты такая стильная. Начала бы вести вот Инстаграм. Говорю, давай я тебя буду фоткать. Говорю, я тебе всё буду обрабатывать. Ты у нас теперь будешь блогером. Говорю, все тебе постоянно делают комплименты. Как ты роскошно выглядишь, как она сочетает одежду. Она, я считаю, очень хорошо выглядит для своего возраста. И за ней интересно было бы наблюдать. То есть надо маму как-то, знаете, подстрекать. Она к этому не стремится, ей есть чем заниматься. Но, блин, она была бы классным блогером. И ей есть чем поделиться с людьми. Ею любят слушать. Она очень такая, знаете, не аристократичная, хотя это тоже, но она вот интеллигентная. Вот. Так что, может, как-то уговорю её. Видите, у меня лучшее настроение. Несмотря на все обстоятельства, она не приезжает просто к нам погостить, да. Я всё равно очень-очень рада, потому что я очень этого ждала. И даже брат говорил, что типа, не накручивай, не накручивай. Но мама потом уже сама постепенно к этому пришла. Я говорю, ну что ты будешь там сидеть, мёрзнуть в этой темноте и в частном доме. Блин, знаете, как-то, может, расскажу, если она не против будет. Потому что это не так просто. Типа, закрыл дверь и уехал. Ты не оставишь так частный дом. И плюс ещё и собаки. Так что это было непростое решение, но я считаю, что важное и необходимое, тем более, что ей есть где остановиться. И я очень-очень долго этого ждала. Субтитры делал DimaTorzok пока народ спокойненько смотрит фильм. Мама что делает? Собирает детей на горнолыжный курорт. Они впервые едут вдвоём сами. Захар разбыл, и всё было окей. Но для мамы это та ещё задача, я хочу вам сказать. У меня огромный список того, что мне нужно обязательно дать детям. И помимо белья, пижам, футболок, штанов, чего там ещё, толстовок, самое главное, это, конечно же, всё, что им нужно для катания на лыжах. Лыжи Томак уже подготовил. Ботинки, шлемы, очки, всё-всё, ещё и специальные сумки. Нужно это ещё подписать, хоть бы не забыть. Я постирала курточки, штаны. Это часть Захаровского всего. И сейчас начну собирать. Здесь у меня полотенечко подготовлено. И из ухода обязательно сказали, дать защитный крем и какой-то бальзам восстанавливающий. Не поверите, я что-то не могу ничего у себя найти. Такого, чем им можно было бы пользоваться, и было бы удобно. Я опять пойду переворачивать свой косметоз. Вот тоже эти шлёпки. Конечно же, штаны. Несколько пар рукавиц. Блин, они такие дорогие. Поездка в такой лагерь, я хочу вам сказать, это очень дорогое удовольствие. Хоть всей семьёй, хоть просто детей отправить. Это сушилка для обуви. Сказали, что нужна ещё вот такая штука. Не знаю, зачем. Ну, сказали надо, значит надо. Это они лучше знают. Также несколько шапок. Сегодня были в магазине. Докупали Игнату, не Захару. Игнат потерял перчатки на выходных, поэтому я снова побежала в магазин. В сезон у нас теряется где-то три пары. Я не знаю, как с этим бороться. И нашла в магазине утеплённую шапочку на флисе. Ещё и с шерстью. Это шарфики. Тоже два надо. Двое носков. Они с шерстью. Это не специальные... Ой, не специальные. Не обычные носки, а специальные именно для катания на лыжах. Но они тоже нам пригодятся. Два комплекта термобелья. Это и одному, и второму я всё пакую. Балаклава. Это такая штука вместо шапки, на которую надевается потом шлем. Ещё сказали купить такие липучки, которыми будут фиксироваться лыжи. Это нужно передать Томаку. Это такая толстовка флисовая тоже, которая не пропускает холод. Ещё одну нужно найти. Пижамка. Это уже всё для Игната. А, шапок надо две. Захар как раз гулял с папой, так что у него на нём шапочка. Вот Игнату тоже всё начала складывать. Пожелайте мне удачи. Это такой процесс. Это ж не просто, знаете, собраться, и мама там организует что-то. Если что-то не хватит, то это поехали, и как бы всё. Тем более мы улетаем. Номер один готов. Я даже подумала, что мне понадобится большой чемодан. Но нет, я справилась. А вот и вторая сумка. Я, честно говоря, немножко на стрессе. Из-за того, что едут одни. Вообще-то я должна была сейчас собирать чемодан. Свой чемодан в этот раз. Но я вам обещала покупки на финальную распродажу манго. Поэтому поехали с примеркой. У меня, к сожалению, сейчас нет времени это всё разглаживать. Поэтому в режиме реального времени, так сказать, не обижайтесь, пожалуйста. О май гад! Это платье на сайте выглядело совершенно по-другому. А здесь яркий меланж. Ну, не знаю, не знаю. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть на мне. Короче, я только что поправляла резинку и поднимала руки. Платье подскакивает вот так. И у меня буквально видно трусы. Так что однозначно нет. Ну, разве что реально на миниатюрных девочек. Ну, по качеству оно какое-то такое. В общем, это не то, что я искала. Назовём это так. А цвет мог бы быть, но просто не складывается. И на зиму, тем более даже на весну. Вот постоянно следить за тем, чтобы не светить пятой точкой. Спасибо. Нет. Интересный рукав. И длина рукава могла бы быть впритык, если вы хоть чуть-чуть выше, чем я. Или даже коротковато. Потому что, видите, для меня нормально. А если метр шестьдесят пять, то всё. Это возврат. Честно говоря, мне не хватало такого базового, универсального, суперпростого платья на все случаи жизни. Было с хорошей скидкой, ещё и с пятью процентами шерсти. Поэтому я его взяла. Классно то, что это не тёмно-серый, не светло, а меланжевый. Он всегда смотрится более выигрышно. Я взяла себе размер S для того, чтобы оно было посвободнее и подлиннее. Тогда, когда я подвожу его поясом. Здесь высокая горловина, поэтому, когда я его надеваю, мне даже не нужен никакой шарф. Оно приятное, не колючее, но ещё и тёпленькое. А пояс у меня из аутлета Mango. Я покупала его пару лет тому назад. Добивала дополнительные дырочки, чтобы его можно было по-разному закручивать. И, кстати, онлайн-аутлет Mango есть во многих странах. И там часто появляется то, что уже давным-давно нигде не доступно. Это платье классно смотрится со всякими грубыми ботинками и сапогами. Собственно говоря, так и ношу. Я его уже несколько раз надевала. Обрала вот эту сумочку из Алиэкспресс. И, по-моему, всё вместе смотрится очень-очень стильно. Какой кошмар! Максимально ужасное летнее платье, которое я планировала оставить. Потому что мне нравятся такие фасоны. Но это всё мимо. Помимо цвета. Мне нравится, когда это не снежно-белый, а типа как молочный. Но смотрится так убого. И хочется это поскорее с себя снять. Честно вам говорю. И вот здесь широко. Вот тут вообще какая-то неразбериха. Подкладка просвечивается. С этой стороны тоже. Однозначно нет. Ой. Я даже не знаю, что вам сказать. У меня только негативные эмоции. Все надежды были на второе белое платье. И это мне даже нравилось больше на картинке. Посмотрим, как с длиной. Но сразу же минус. Подкладка не хлопковая, а синтетическая. Как в этом ходить летом? Посмотрите, сеточка такая. Я на Алике могу найти более удачные вещи. Что это такое? Платье из категории «Снимите это немедленно». Вот мне хочется от него избавиться. Как только я запишу эту часть влога. А все так хорошо начиналось на фотографиях, на сайте. Смотрите. Я, конечно, не девочка-тростиночка. И руки в этой области у меня не тонкие. Видите, что все обтянулось. Плюс рукав очень длинный. Я буквально как пьеро. И подкладка вечно подскакивает. Она никогда не остается на месте. И можно было бы взять побольше размер, скажете вы. А я скажу вам, что тогда оно было бы еще длиннее. Мне такая длина категорически не идет. И вообще зачем с этой подкладкой возиться? Это неприятно ощущается на теле. Я вам честно говорю. Поэтому нет, нет. Еще раз нет. От Апули очень даже ничего. Из-за снега за окном. Все какое-то темноватое. Темноватое. Тапки легкие. Удобные. Классные. Одним словом. У меня 38 размер. Они у нас раньше были в нескольких цветах. Смотрятся стильно. На лето то, что надо. И они не слишком тяжелые. У меня каждый год похожая модель. И я их снашиваю до дыр. Потому что для меня это те скороходы, которые я обуваю и вперед по своим делам. Куда бы я ни шла. Черный универсальный цвет. С черной плетеной сумкой. С черными очками. И вообще к любому другому цвету. Вот эти мне очень нравятся. Ботинки из новой коллекции. Очень долго мне доставляли эту посылку из манго. Поэтому я уже успела купить более удачные пары обуви. Эти мне нравятся тем, что здесь красивые носочки. У меня 38 размер. И ноге хорошо. Но каблук слишком высокий. Это раз. А во-вторых, они мне здесь широки. И в принципе, как бы ничего можно сказать. Но когда я обуваю их каким-то укороченным брюком или джинсом. То потом нога смотрится не изящная. Как какая-то колона. Поэтому в той же заре можно найти более удачные варианты. Не покупки, а какой-то трэш получился. Но ничего, антипокупки тоже могут быть. Но вот это платье могу вам советовать. Также шлепанцы и вот такие сережки. Они из актуальной распродажи. Они все еще есть на момент записи этого видео. Там также был кулон в виде вот такого сердца. Но я не успела его приобрести. Думаю, ладно, возьму сережки. И слушайте, они мне очень нравятся. Они как подсоставленное серебро и много к чему подходят. Тяжеловатенькие. Но меня это не смущает. И я хочу вам сказать, что такую форму сложно где-то найти. Так что оригинальные. И это я уже много раз носила. Поэтому, конечно же, они остаются. Время собрать себя. Причем погода у нас сейчас минусовая. А в Испании где-то 16 градусов. Мы смотрели, должно было быть солнце. Но, блин, теперь показывает дождь. Днем должно быть тепло. Градусов 16-18. А вечером даже 6 и ночью 2. Поэтому я беру с собой шерстяное пальто. И собрала вещи таким образом, чтобы все просто сочеталось. И вот там еще стоит обувь. Я не люблю монотонно одеваться. Но нужно, чтобы было удобно. Поэтому еще будет с собой свитер. Две пары универсальных джинсов. Две рубашки. Лонгсливы. Футболки. Майка. Одна. Кстати, очень классная. Я недавно купила ее в Массимо. И футболка тоже базовая. Из полотного материала. Очень хорошая. Нравится и крой. Прекрасный. Пояс. Шарф на вечер шерстяной. Сумка. Две пары очков. Наверное, в итоге возьму одни. И две пары обуви. Я смогу долго гулять. И такой у нас, собственно говоря, план. Пожалуй, впервые в жизни я столько всего уместила в маленький чемодан. Это ручная кладь. У меня еще и влезло две пары очков и Dyson с двумя насадками. И косметичка. Кисточки отдельно, потому что они влажноватые. И я не хочу, чтобы они запрели там. Поэтому повезу так. Две пары обуви. Уход. Все из одежды, что я вам показала. Ну, кое-что будет завтра на мне. Вот тут белье. Надо купить какой-то красивый органайзер. У меня еще здесь свободный карман. И я сложу сюда все, что мне нужно для моей камеры. Я молодец. Я прям горжусь собой, потому что я вообще ни разу не мастер собирать чемоданы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому Класс! Мы уже заселились. Так светло, так солнечно. Я пока что очень довольна. Надеюсь, что ничего не испортит нам отдых. Очень большой апартамент. Это зал с таким плетеным кактусом и креслом. Интересная декорация. Томак открыл. Это не балкон, а просто окно. Просторная кухня, где можно готовить, если приезжаете на дольше или предпочитаете питаться дома. Есть микроволновка, духовка, все, что надо. Даже стиралка. Некоторые приезжают сюда на зимовку. Вот такой небольшой столик, где можно попить кофе, например. Очень много места. Мы бы здесь без проблем поместились с детьми. Это обеденный стол, как видите. Душевая. Сказали, что есть терраса, где можно загорать. Но бассейн там сейчас закрыт. Очень прикольный апартамент. Одна спальня. Это такая кровать, которая раскладывается. Но здесь спокойно помещаются два ребенка или двое взрослых. Это киевская. Мне когда-то она очень нравилась. И спальня, где мы расположимся с Томаком. Большая гардеробная. Все, что нужно для пляжа. Но сейчас не пляжный сезон. Хотя Томак намерен купаться. Выспались, собрались. И сейчас будем завтракать. Томак бегает. А мы с мамой поставили кое-что на стол. Придет Томак, и еще потом добавим. Купили немного испанских продуктов. И очень вкусный манго. Мы еще хотим найти золотой. Супер спелый авокадо. Какой-то сырок. Рикотта, не рикотта. Что-то непонятное. Он соленоватый, да, мам? Да. Чоризо. Остренькая колбаска. Хамон. Помидоры черри. Круассан. Это мой кофе. Нужно заварить себе второй. И хлебушек. Вот так перекусить, чтобы набраться сил. И идти дальше. Очень много гулять, как вчера. Ну что, рассказываю, где мы и почему мы здесь оказались. Мы приехали в Испанию, в регион Андалузия. Я никогда не думала об этом направлении. Не знаю, почему. В принципе, я была в Испании только на Майорке в поездке с Ла-Рош-Пазе пару лет тому назад. И потом как-то Томак начал искать билеты, куда бы нам поехать, что-то посмотреть, поизучать. И говорит, Оль, поехали в Испанию, в Андалузию, потому что там классная погода. И билеты как раз были недорогие. Прямой рейс из Кракова в Малагу. И вот когда мы покупали билеты, прогноз погоды был 20-18 градусов тепла и тотальное солнце. А потом за несколько дней до выезда оказалось, что будет максимум 15, и то только 2 дня. При этом сильный ветер, а остальное время... Мы сюда приехали практически на 5 дней, а остальное время дождь и 10, 8-10 градусов днем. Погода достаточно обманчивая, и если бы я знала, что будет настолько ветрено, то я брала бы более теплую верхнюю одежду или какой-то теплый слой в виде даже термобелья или чего-то из шерсти, из кашемира, и обязательно перчатки. Шапка тоже не помешала бы. Так как Малага находится на побережье моря, то есть здесь тоже, соответственно, ветер ощущается сильнее. И я взяла с собой Дайсон, это очередной прикол. Конечно, он меньше пересушивает волосы, чем всевозможные фены в отелях, в апартаментах. И в этом на самом деле плюс, но укладка не имеет никакого смысла, потому что, во-первых, дождь, влажность, да, все торчит в разные стороны, а во-вторых, ветер, это не очень удобно, когда все летит в лицо, и от твоей укладки остается ровно ничего спустя 2 минуты на улице. Поэтому я всю поездку буду с какими-то гульками, с хвостиками, с собранными волосами, иначе никак. Что касается цен, вот, например, билеты нам обошлись где-то в 1400 злотых человека, при том, что мы покупали заранее, и это ручная кладь и также небольшой чемодан, который можно забрать с собой в кабину самолета. Но вот я показала вам, сколько всего я беру с собой, и ручной клади, как таковой, у меня даже не было, просто обычная сумочка. За жилье я не помню, сколько Томак платил, но, наверное, где-то 1200 злотых я сейчас не могу перевести в доллар или в евро какую-то универсальную валюту, чтобы всем было понятно, потому что я не в курсе, не в курсе, не в курсе, какой курс. Но вот мы смотрели цены, например, на аренду жилья в Закопанном, где-то в Польше, получается дороже. Здесь у нас 4 ночи и практически 5 дней. То есть цена за троих очень даже адекватная. Цены в ресторанах и в целом на питание нормальные, в некоторых случаях даже дешевле, чем в Польше, особенно в ресторанах. Это при том, что ты заказываешь и десерт, и кофе, и даже бокал вина или какой-то коктейль. В Польше как-то в последнее время сильно повысили цены именно в ресторанах, поэтому я думала, что в Испании из-за того, что евро, из-за того, что это более такая развитая, что ли, страна, здесь и уровень жизни выше, и зарплаты, соответственно, ну, цены на жизнь тоже, но, как оказалось, в ресторанах здесь даже более доступные цены, чем в Польше. Мы, конечно, не заказывали там никаких деликатесов, но вот сравнивая то, во сколько нам обходится поход в ресторан с детьми в Польше и здесь, ну, правда, получается дешевле в Испании, как ни странно. Музыка. 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 Оте. Музыка. Музыка. КОНЕЦ Мы сегодня приехали в Кардову, или Кардову. Вроде и так, и так правильно. Идем гулять спринтом в любимом темпе Томака. У меня аж задышка, ей-богу. Но зато многое успеваем увидеть. Аперсинки собирают, они такие ароматные. Я Томаку сто раз сказала, они несъедобные. Мы уже это проходили в Италии. Также вы мне писали, что они декоративные, супер горькие. Хоть и пахнут так, ой, по мужику попало. Он все равно вкусил, потому что долго плевался. Они очень-очень горькие. Сувениры прелестные. Может, вот такие бычьи головы и не подходят в наш интерьер. А вот кактус я бы привезла. Здесь также, как на Майорке, очень много разных керамических изделий. Видно, что даже горшочки для цветов такие расписные. Это просто декоративные тарелки на стену. Здесь много, где можно встретить хамон в таком целом виде. Всякие вкусности с ним. Также много оливок и оливкового масла. Ух, какая керамическая женщина. Еще и не одна. Мы зашли, а здесь, оказывается, еще и мастерская. Видно, как мужчина сам создает этих прекрасных керамических дам. Только посмотрите, я нашла сувениры для себя и для моей Насти. Мама тоже кое-что покупает на подарок. Я потом дома вам покажу. Господи, какое же это искусство. Вот мастер. Это так сложно. Супер. Можно так немножечко, знаете, заглянуть за кулисы. И тогда сразу хочется приобрести, когда ты видишь, кто сотворил этот шедевр. Мы с мамой стараемся пробовать что-то местное. Пришли в ресторан. Это баклажан в медовом соусе. Мама один съела. Вот это что-то такое. Еще был вариант добычьего хвоста, но я как-то не решилась. Хотя за соседним столом дамы едят. Гулять так гулять. Пробуем еще и тарту с тыквой. Мы часто берем с мамой десерты на двоих. Или не доедаем до конца. Мы с мамой гуляем целый день. Томек отдельно где-то там. Мы вот дошли до площади. И здесь вообще супер так просторно. И комфортно перестал идти дождь. Поэтому мы кайфуем ходим. Здесь такие красивые внутренние дворики. Даже у местных жителей мы пару раз заглядывали. Давайте я вам покажу, сколько зелени. И говорят, что здесь феноменальные фотозоны. Ну, это просто, наверное, отель какой-то. Можно зайти. Но поверьте мне на слово, что во многих дворах просто обычных людей еще красивее. Очень атмосферно. Вот просто вход в дом. Дома говорит, что он так тоже хотел бы. Будет себе организовывать. Закрыто мы не будем никому мешать. Но так хотя бы через решетку. Похоже, что это какие-то медные декорации, медная посуда, что ли. Вот там еще что-то на стене, видите? И это все живые цветы. На ставке можно посидеть, отдохнуть. Кресла разные. По вечерам они выходят и беседуют. Пьют вино. Такую старость я бы тоже хотела. Товарищи, вы что-то попутали. Я тут просто сижу. Приветики. Мам, смотри, какой попрошайка. Он прямо рядом. НатСпальные. Да. Он, ты не все. Попрошайка. Это будет видео на память моей красотульке. Продолжение следует... Прошли посмотреть арену для кориды. На само шоу я не пошла бы. Но раз уж мы здесь, то посмотрим, что к чему. На само арену мы еще дойдем, но я бы хотела сказать вам, что здесь, в Маэстрансе, началась эта традиция, когда человек сражается с быком и при этом человек обезоружен. До сих пор эта традиция продолжается. Это не для меня, скажем так. Если раньше это выглядело именно так, а скорее всего, да, то я, маленько говоря, в шоке. А, вы видите, что они все ворота? Это хранжи, а там ворота какие-нибудь. Да, да. Смотрите, вот мама. А арена огромная на самом деле. До сих пор нет никаких пластиковых кресел, но вообще жуть, конечно. Моя практически безымянная косметичка в этот раз, так как мы брали с собой все на борт самолетом, поэтому было ограничено количество банок и емкость. Прикольно так, я не знаю, может, я странная, но мне нравится переливать все в такие баночки. Правда, потом некоторые из них сложновато отмыть. Это кое-что из личной гигиены, зубная паста, щетка, дезодорант для волос. Купила шампунь просто в какой-то маленькой банке, но мне гораздо больше нравится и подходит сейчас профуход, к которому я с удовольствием вернусь. Покажу вам обязательно заколка для удобства. Это кондиционер Olaplex, которым я пользуюсь. Чим, шелк для волос, ну, чтобы, знаете, кончики сильно не пушились, а это мой уход за лицом. Сыворотку не стала переливать, хотя можно было это сделать. Это Retinol, крем под глаза Heimish. Это у меня гидрофильный бальзам, только не клиник, а Physicians Formula, если я не ошибаюсь. Увлажняющий крем. Что-то с перепугу набрала так много и не использовала даже половину. Это SPF, видите, не пожалела для себя, так как пользовалась и пользуюсь ретинолом, то чтобы не наделать себе беды, бальзам для губ Pixi, который с коллагеном, и это гель для умывания Айзенберг. Хочется подвести итоги этой поездки, знаете, такое приятное послевкусие, когда ты ничего не ожидаешь, а по факту тебе очень нравится. Я вот перед поездкой изучила, что тут можно посмотреть, чем интересен этот регион Испании. И мне очень понравилось. Она настолько разнообразная, она такая вот насыщенная. И у тебя в какой-то момент даже разбегаются глаза, ты не знаешь, куда смотреть, потому что всё красиво, эти пальмы, эти здания, архитектура, какие-то достопримечательности давних-давних времён. Это очень интересно. Это захватывает дух. И здесь так красочно. И даже вот когда мы были на Майорке, я помню, что мы ели паэлью, какие-то традиционные испанские блюда, и я не была прям в дичайшем восторге. То есть, ну, вкусно, но окей, но повторить не особо хочется. А тут мы как-то так попробовали больше, наверное, покупали продукты в местных магазинах. Они очень вкусные. Особенно нравятся овощи, фрукты, хамон. И в ресторанах даже их такосы, такие закуски небольшие, они все божественно вкусные. Оливки, оливковое масло, всё, чем славится, да, вот эта территория. И не просто так, хочу я вам сказать. Хочется сюда вернуться, потому что пяти дней, наверное, даже недостаточно для того, чтобы посетить всё, расстояния большие. Вот мы ездили в Севилью, дорога заняла у нас почти три часа в одну сторону и три часа обратно. И хотелось бы ещё кое-куда наведаться. Путешествовать однозначно стоит. Если есть возможность, то пользуйтесь ею. И речь сейчас не идёт о финансовой составляющей. На поездку можно накопить. Чем я и буду заниматься для того, чтобы в следующий раз тоже куда-то отправиться. Наверное, уже полным составом с детьми. Дети, кстати, нормальные. Они каждый день звонили и говорили, что они катаются, причём на таких уже не детских трассах, что им очень нравится. И они даже особо не скучают. Мне просили, чтобы их кто-то забрал. Ну, там, целуемся, пока мы побежали, потому что что-то там, что-то там они катаются целый день. И мы вот так тоже по отдельности отдохнули. Это здорово. Я обожаю своих детей. И я думаю, что это вообще не вызывает никаких сомнений. И это второй раз за последние практически 10 лет, когда мы с Томаком поехали куда-то без детей. Поэтому это для меня как какое-то другое измерение. Они уже взрослые, с ними уже проще. Но это всё равно дополнительные какие-то, знаете, моменты. И ты в первую очередь сосредотачиваешься на них, а не на себе, на своих хотелках, на своих каких-то там делах. И ты в первую очередь уделяешь время им. Наша поездка подходит к концу. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Всех целую и обнимаю. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»